Виталий Хеми Виталий Хеми Новые тренинги, новые встречи. Я думаю, что что-то интересненькое появляется в этом году. Виталий Хеми В основном это студенты, молодые люди. Чему учите? Я всегда стараюсь понять, что за аудитория передо мной. И то, что я вот увидел и посмотрел в их глаза, я вижу людей, во-первых, неравнодушных. Я вижу людей, которые озабочены судьбой нашей страны. Людей, у которых присутствует вот этот самый инший, другой погляд, другой взгляд на вещи. Я считаю, что вот этот фестиваль и то, что делают Татьяна Васильевна и другие организаторы, это крайне важное дело и для города Одесса, и в целом для Украины. Почему? Потому что вот этого самого иншего погляда, этого другого взгляда нам не хватает на ту ситуацию, которая сложилась у нас в Украине. А именно, не хватает нового взгляда, новых подходов, новых мыслей. Иного, не заангажированного, ничем патриотизма, неболтливого. И мы верим и хотим на это надеяться, на то, что вот эти люди, которые завтра войдут в большую жизнь, которые станут нашими, они, собственно, и сегодня уже избиратели, они станут формировать новую повестку новой Украины. И тем более, там очень много правоведов, журналистов. И мне приятно было видеть, что это люди неравнодушные. Это самое главное. В первый день фестиваля вы провели мастер-класс для молодых неравнодушных людей. Чему был посвящен, надеюсь, диалог, не монолог, а диалог. Да, у нас всегда диалог, в частности, сегодня тема вот этого моего выступления, мастер-класса. Я им рассказывал, что такое искусство интервью. Вообще, эта лекция называлась «Интервью без вопросов». Это концепция, которую я придерживаю. Я им объяснил, показал на примерах из трех разных фильмов, как делается интервью, не задавая вопросы. Это кажется парадоксом, но, с моей точки зрения, только интервью, в котором не задаются вопросы, получается полноценным. Настоящим интервью. Я видел, готовился к нашей встрече, я вижу, что студенты факультета журналистики уже разбирают вас на цитаты. Понимаю, что удалось зажечь искру. Ну, я не знаю, как с другими спикерами, как бывает, но, по крайней мере, я видел, что с моего выступления никто не ушел. И полный зал сидел и слушал. И потом, по мне, особенно было приятно, что куча симпатичных девушек пришли со мной фотографироваться. Что, согласитесь, наверное, говорит о некотором успехе. Из года в год мы, Татьяна, спрашиваем у вас, что в этот раз, какие работы, какой вектор мысли у участников, может быть, на чем-то заострить проблему. А в этот раз я спрошу несколько иначе. Седьмой фестиваль. Следите ли вы за судьбой первенцев, победителей? И кем становятся эти вчерашние победители, молодежь, студенты? Уходят ли они в дальнейшую журналистику, режиссуру, снимают, может, проблемные полуметражные фильмы, или просто вот сняли один раз и все, и забыли об этом? Знаете, меня радует то, что вчерашние наши участники, сегодня это не только успешные журналисты. У нас есть режиссеры, у нас есть дизайнеры, но в том числе это наши спикеры. Спикеры нашего сегодняшнего фестиваля, в том числе, кроме Валерия Балаяна, к нам приехал Андрей Курило, который был победителем второго-третьего фестиваля, был организатором пятого-шестого. А на седьмом он уже работает на канале «1 плюс 1» дизайнером, это он делал ребренд этого канала. Он среди креативных дизайнеров, очень успешных, и я на самом деле горжусь, что это наш бывший участник фестиваля, и завтра уже будет его мастер-класс. Кроме того, приезжает Таня Ясенчук, тоже победитель одного из фестивалей, это бывшая студентка Каминца Подольского университета. Она сегодня киносценарист, и она занимается мультипликацией, она мультипликатор, и будет проводить тоже тренинг, как создавать анимацию с помощью пластилиновых фигурок, она будет снимать этот фильм. Я смотрю за судьбой тот же самый Сергей Пудич, который сегодня знаменитый, это наш одессит, наш участник, победитель многих фестивалей. Он тоже приедет к нам на фестиваль с тренингом и тоже поделится своими навыками, умениями, знаниями. То есть бывшие наши участники, это сегодня успешные люди в той или иной сфере, которую они выбрали. И меня радует, что она причастна с нашим фестивалем. Фестиваль растет, уровень работ растет, я говорю не только о технической составляющей, но и, не обидитесь на слово, интеллектуальной составляющей работ. Или вот уже вырос и некуда расти, вот надо только поддерживать планку? Или есть куда расти? Мне кажется, всегда расти можно. Конечно. Планка фестивальных работ, она все выше и выше. Мне это радует, потому что, когда я говорю ребятам, своим студентам, «Ребята, ставьте выше планку, и тогда будет на самом деле очень интересно вам и работать, и жить, и самореализовываться». И фестиваль тоже самое творит чудеса. Уже сегодня у нас, а, в принципе, нет плагиатных работ, которые были на первых фестивалях. И я объясняла участникам, что, ребята, плагиат — это воровство, и вы не имеете права никакую чужую идею воровать, это нельзя делать. Я надеюсь, что на этом фестивале у нас этих уже работ не будет. То, что появляются глубинные смыслы, ребята пытаются передать ту или иную идею с помощью разных знаков, визуалки, картинки, слогана. Они это видят, и мне это тоже радует. То, что они видят в обычных вещах проблему, они ее подымают. Мне кажется, это тоже говорит о каком-то уровне. Я думаю, что в фестивале еще есть куда расти. — Олег Ильич, много молодежи принимает участие в фестивале, люди, которые загораются, люди, которые неравнодушны, по вашему же наблюдению. Как вот это неравнодушие, этот огонь в глазах, здоровый огонь в глазах, сохранить хотя бы на лет пять, на студенческие годы, но и затем на взрослую серьезную жизнь? — Знаете, мы не говорим о каком-то временном горизонте в пять лет, в три года. Мы говорим о временном горизонте на всю оставшуюся жизнь. Потому что люди, которые какие-то очень важные вещи начинают понимать и включают машину мышления, остановить ее дальше невозможно. То есть человек, который способен рефлексировать, отрефлектировать и самого себя, и все вокруг себя происходящее, он потерян для зомбирующих источников информации, каковым, пардон, является телевидение. Он начинает самостоятельно мыслить, а это означает, что он становится свободным гражданином. То есть тем гражданином, которых так мало в нашей стране, и которые имеют пока такое маленькое, небольшое влияние на все происходящее. — Наша задача находить таких молодых людей, не называя их талантами, талантлив, кажется, по-своему, а вот какое применение найдет этому таланту, это уже задача скульпторов, преподавателей, я их называю скульпторов. — Безусловно, конечно, конечно, безусловно. И не только преподавателей, которые, тут я бы сказал, педагоги в широком смысле, потому что мои преподаватели, которые меня в свое время учили, их нет в живых, они преподавали не болтовней, они преподавали своим собственным моделью поведения, своей собственной моделью поведения и своим собственным способом жить в этом мире. Педагог настоящий показывает модель поведения, а не только говорит словеса. — Мы сегодня говорим о том, что границы расширяются постепенно, географические границы участников. Мне интересует вопрос с точки зрения наших первокурсников. Те люди, которые пришли на факультет, условно говоря, позавчера, у них энтузиазма, как всегда, очень много, желания тоже много. Я надеюсь, что фестиваль социальной рекламы, иншипов, не прошел мимо них, и они не только принимают участие в организационной деятельности, но и что-то уже могут предоставить. — Да, они подали, в этом году наши первокурсники подали очень много работ, и некоторые из них занимались дополнительно, ходили на курсы видеомастерства, фотомастерства. И я общалась с преподавателем тех курсов, которые помогали, курировали именно в создании этих работ. Работы поданы их на фестиваль, но кто победит, мы узнаем немножко позже. — Вопрос еще касательно будущего. Смотрите ли вы в будущее, восьмой фестиваль, или вот надо вот седьмой провести, а там уже передохнем, наконец-то? — Вы знаете, когда мы только задумали фестиваль социальной рекламой, я думала, это будет разовый фестиваль. Но потом пошел запрос от наших ребят. В этом году реально я тоже понимала, что мы фестиваль не вытягиваем, есть масса причин, что мы не успеваем. И долго мы не объявляли о старте фестиваля. Но письма незнакомых для меня ребят, студентов из разных уголков Украины сегодня говорила на 15-м письме. Я сказала, хорошо, фестиваль состоится, но немножко позже. Поэтому мы его объявили в ноябре, а не в октябре, как всегда, проводили. Я реально понимаю, что фестиваль интересен ребятам. Они едут с разных уголков Украины, несмотря ни на что, что уже сессия начинается, либо что-то иное. И я бы хотела, чтобы этот фестиваль путешествовал по разным городам, и чтобы им занимались студенты. И не важно, это будут студенты нашего университета. Я бы хотела, чтобы это был такой микс студентов из разных факультетов, разных вузов. Как когда-то я говорила в эфире, я мечтаю, чтобы он где-то оказался и в Каннах хотя бы доехал. Работы заслуживают внимания большой общественности. Поэтому я думаю, у нас будет и восьмой, и девятый, и десятый. Возможно, Валерий, к вам обращаюсь, что на базе вот этих вот работ, имеющих отношение пока что к социальной рекламе, небольших по времени работ, родится конкурс документальных фильмов и больших. Ну, это неизбежно, ведь каждый человек развивается. Тот человек, который начинает заниматься видео, он делает обязательно следующий шаг. Многие начинают с рекламы, социальной рекламы, с клипов. Я знаю уйма людей таких, которые потом вырастают в очень больших режиссеров. Например, Грымов, да, вот знаменитый режиссер в Москве, да, он начинал с клипов, оказался большой художник, да, в итоге. И вы знаете, и сериалы, и фильмы. То есть это очень, и вообще очень крупные мастера, вообще кинематографа этим занимались. И это рост, который будет, но важно то, что у людей появилась вот эта площадка. Откуда они могут стартовать, понимаете? И они могут узнать мнение о своей работе квалифицированных экспертов. Они могут получить подсказку, могут получить совет. И просто доброжелательное, ну, к ним отношение, понимание. Это очень важно человеку, который начинает чем-то заниматься, которому иногда страшно, который думает, прав ли он. И вот эта площадка, которая здесь в Одессе есть, она, безусловно, вот какая-то ступень этой ракеты, которая отправит их куда-то, надеюсь, очень высоко. Какое пожелание есть молодым участникам? У меня пожелание только одно. Знаете, брать ответственность на себя. И учиться брать ответственность. В том числе и в деятельности художника, и в том числе, и, может быть, в первую очередь, как гражданина. Потому что пока мы по-настоящему не осознаем глубоко в себе, что от нас, от нашего поведения, от нашего выбора ежедневного, зависит будущее нашей страны, которую мы должны созидать сегодня. К сожалению, очень многие делают выбор в пользу 7-минутных интересов, соблазнов, искушений. И проигрывают и себя, и страну. Я очень надеюсь, что молодые ребята, вот, они получат этот импульс и будут делать правильный выбор. Спасибо, Татьяна. Спасибо, Валерий. Успехов всем, кто имеет отношение к этому фестивалю. Ты бог не последнего. Спасибо. Спасибо большое. Оставайтесь на репортере, берегите себя. С вами был Виталий Хемий. До новых встреч в эфире.